Дорогие друзья, рад вас всех приветствовать. Очень приятно сегодня представить нашего докладчика, нашего лектора, замечательного математика, популяризатора математики, автора YouTube канала «Наслажды, привет!» И название его лекции «Математические составляющие спортивного лентинга и географии». Можно еще добавить «Провокативно и в военном деле». Не написано. Но я не стал это писать. Я не стал это писать. Но просто один сюжет, понимаете, один сюжет настолько вот такой классный, простой, и в то же время он имеет непосредственное отношение к происходящему. Настолько непосредственное, что прям, ну нельзя вот, математик везде ищет математику, правда? Даже на войне. Поэтому мы с вами, наверное, вот начнем просто размять мозги. Давайте вот немножко сейчас будет разминка для мозгов. Итак, задача, которую я, значит, ну я не сочинял ее, она, понятно, известная, но я как бы вспомнил ее и оформил. Когда ехал из Москвы в Майкоп, теперь это очень долго стало, потому что Краснодарский аэропорт закрыт, и там из всех возможностей. А в Майкопе у меня основное место работы, Адыгейский госуниверситет, я там работаю в Кавказском математическом центре. И туда часто езжу. И вот, в общем, в том числе, в последнее время я часто езжу просто на поезде. Я еду до горячего ключа, и меня заборят на машине. И вот я сочинил задачу для сюжета, там был фестиваль математики, была лекция на тему военно-полевая математика, она так называлась. И, значит, задача такая. Вот у вас есть, ну давайте, считай, что это происходит на другой планете для простоты, да, чтобы не было никаких ассоциаций, да. Вот, у вас есть некий объект, и его нужно разбомбить. Но есть также ПВО, которое его защищает, да. Вот. Значит, соответственно, оно сбивает ракеты. Значит, каждую ракету ПВО сбивает с вероятностью 90%. Ну, и это независимые события. Сбить одну или другую ракету, или сколько вообще. Ну, понятно. Вот. А требуется сбить объект с вероятностью 99%. Разбомбить объект. Достаточно, чтобы одна ракета попала, и тогда цель будет достигнута. Сколько ракет надо послать? Такая простая математическая задача. Сколько есть сетка ракет? Вот, если мы исходим из такой формулы, тогда будет, вот, сторона, которая будет отправлять сколько есть, она будет тратить слишком много ракет. А сторона, у которой есть математики, будет тратить ровно столько, сколько нужно. И выиграет. Почему? Вот двойну выигрывают математики. Да, почему? Да. Один минус ноль целых ноль, одна сотая степени n, больше, чем двойная, у нас будет. Ну, и берем минимальное n, такое, что у нас работает. Только одна десятая. А, ну да, одна десятая. Да, правильно! Правильно, смотрите. Что значит объект... Что значит объект не уничтожен? Это значит, что все n ракет сбиты. И это значит, что так как они независимо друг от друга сбиваются и не сбиваются, то нужно просто взять... Я не знаю, мы объявили, что популярная лекция, поэтому я не предполагаю, что все смехматы, правда? Ну, это не для. Ну, в общем, да. Тем не менее, как говорится, экзамены в школе сдавали все. Ну, вот, напоминаю, что просто нужно перемножить вероятности, да, перемножить. И это будет вероятность того, что все ракеты будут сбиты. И когда она станет меньше, чем 0, 0, 1, тогда и наступит нужная нам n. А теперь, внимание, у вас нет калькулятора. Как это быстро сделать на глаз? То есть ответ, да, n равно натуральному логарифму... Ой, обычному логарифму, извините. 0, 0, 1 по основанию 0, 9. Ну и на всякий случай верхняя целая часть, да? Это верный ответ. Но вот у вас вливая ситуация, у вас прямо сейчас решать задачу, за секунду решить эту задачу надо. Вам нельзя никаких компьютеров, ничего. Ничего нет под рукой. Решим? Давайте решим. Что такое 0, 9? Это 1 минус 1 десятая. Согласны? А n – это 10 и n делить на 10 перемноженные. Согласны? Что второе замечательное предел? Конечно. Дальше. Все должны помнить, что при m стремится к бесконечности, потому что n занято. Предел 1 плюс x на n в степени n равен e в степени x. Матанализ первый курс. Или матшколы там. Все матшколы 11 класс. Дальше. Подставляем x равно минус 1. И что получаем? Что у меня внутри? Чему это примерно равно? По этой формуле? e в степени минус 1. То есть 1 разделить на e. И я должен решить вот такое уравнение. Меньше чем 0, 0, 1. Вот. Вот такое уравнение. То есть то же самое, что мне нужно, чтобы e в степени n на 10 было больше 100. Следующая, да, следующая важная формула, которую тоже полезно знать наизусть. Сегодня мне жалуются многие, кто, значит, со мной, ну там как-то в переписке состоит, родители, учителя жалуются, что в школах прекратили заучивать формулы. И из-за этого школьники, ну на самом деле, вот как ни странно, вроде как заучивать, зазубривать, да, а на самом деле какой-то минимальный объем информации заучивать надо. Надо его помнить наизусть. Иначе ты просто теряешься полностью уже в материале, и на самом деле теряется полное, понимаете, даже если оно как-то возникало. Ну вот такую формулу все-таки надо помнить всем. Очень практически полезная формула. e в кубе это примерно 20. Ну и тогда уже все ясно. У вас, соответственно, e в кубе, да, это 20, ну вот 20 в степени n на 30 должно быть больше 100. Да, это уже понятно, что это где-то, ну в районе полутора получается, да, там 2 в квадрате 400, 2 в первой 20, 2 в степени полтора, и это примерно 100 и будет. Ну, значит, n на 30 это примерно полтора. Ну и на глазок, соответственно, получается, если с запасом, n равно 50 вполне годится. 50 ракет. Чисто практический ответ. Ну, допустим, это была просто раскачка мозга, да. Вот, это такой сюжет был для того, чтобы мы раскачали мозг. Ну, просто понятно, что это действительно абсолютно жизненная задача в абсолютно там реальной ситуации, где нужно быстро ее решить очень и лишние ракеты не тратить. Но слишком мало тоже нельзя посылать, иначе. Возможно, провал задания, да. И все это происходит на другой планете. Конечно же, да. Вот. А теперь давайте я расскажу про историю. Здесь у меня сколько-то назад времени, может быть, полгода, я не помню, назад, была лекция на тему путешествия профессора. Поднимите руку, кто на ней был. Ой, как мало, неужели? Привет, круто. Только двое, да? Ой, я не вижу из-за... А, ну, в общем, в каком-то смысле это продолжение этой лекции. Она выложена в интернете, причем весьма недавно. Она выложена, она очень долго стояла в очереди, что-то как-то... А, ее долго не присылали, ее монтировали полгода, потом еще что-то там в очереди стояло некоторое время. По-моему, она уже залита. Вот. Так вот, где-то осенью, увидев эту лекцию, мой друг и одноклассник Саша Тонис позвал меня выступить перед участниками Московского марш-броска про математику специальных этапов, спецэтапы. Что такое Московский марш-бросок? Московский марш-бросок – это когда полторы тысячи абсолютно отмороженных граждан едут в некое условное место Х, где-то в районе города Москва, ну, в каких-то болотах, и там им проложена трасса, которую нужны, значит, все контрольные пункты, ну, обычно в режиме «рогейн», «рогейн» – это значит, что порядок контрольных пунктов не указан, можно брать в любом порядке. Вот. И вот это вот то, что порядок не указан, добавляет перцу, потому что превращается поиск, ну, вот обход заданного множества точек на плоскости – совершенно неочевидная задача. Вам нужно выбрать путь, который минимизирует ваши силы при обходе этих точек. И от этого тоже очень многое зависит. На маршрутах, ну, в общем, умелые «рогейнеры» там процентов 10 могут, 5-10 сил сэкономить за счет правильно выбранного маршрута. А, ну вот, так, это я просто, мой мозг сразу начинает рисовать маршрут, когда я вижу вот такой набор точек, да? Вот, он сразу, я сейчас как бы, я сейчас нанес то, что мне кажется близким к оптимальному, но вот эти две точки как-то плохо сэтык, ну, не знаю, может быть, здесь чуть-чуть улучшения и возможны. Вот. Ну, в общем, там бывает еще больше гораздо точек. Народ втыкает такие шпильки и через них проводит ниточки, пытается это делать. Но, если честно, я так не делаю никогда, потому что местность определяет, где вообще можно пробежать, где нельзя. Вот какие-нибудь эти жуткие ямы, да, или техногенные препятствия, там, лучше, может, выбрать так, чтобы здесь по дорогам побегать, там. Короче говоря, эта задача очень сложная, чисто практическая такая, и навык участия в этих соревнованиях, он, он как бы, ну, он ваше время постепенно сокращает по обходу этих пунктов. Вот. Но вот на этом мероприятии каждый год, точнее, каждые полгода оно проводится в октябре, примерно 23 октября, это, ну, с 23, там, по 26, где-то, когда как там, когда воскресенье попадает. Раньше в эти дни переводили часы назад, и был лишний час светлого времени, но из-за этого было в эти дни, но теперь уже не происходит. И второй раз где-то 13 мая. Вот. И вот эти вот два марш-броска, осенний марш-бросок и весенний марш-бросок, они происходят в течение двух суток. Вот двое суток вот эти люди месят болота, понимаете? То есть это вот, это надо видеть, это реально надо один раз поучаствовать, чтобы это оценить там. Пять утра, лес, квадрат леса, где несколько КП, квадрат леса, там и сям мелькают фонари, слышатся, значит, крики там, переклички там, кто потерял своего сокомальника. Мат там при падении на какие-нибудь бревна, спотыкания, в общем, там, крики. Нашел здесь как-то. Была даже идея устроить в Иркутске вот такое соревнование, потому что там очень много тоже туристов. Но когда, значит, мы об этой идее сообщили руководству там местного туристического общества, он ответил, ни в коем случае. Если медведь увидит, как на него со всех сторон идут люди с фонарями, а там полно медведей, реально, да, то есть когда идет обычная туристическая группа, медведь встает и уходит. Ну, нормальный медведь, он не будет ничего делать, кроме как встал и ушел. А когда на него со всех сторон идут люди с фонарями, понятно, что он порвет несколько человек, пока будет выбегать из окружения, по его мнению. Вот, то есть как бы провести там такой марш-бросок означает с вероятностью 100% иметь жертвы. Вот, просто кто именно будет жертвой, это уже зависит от того, кому как повезет. Поэтому запретили. Ну, а в Московской и в Питерской области медведей, ну, в Питерской, кстати, медведей есть, но, видимо, очень мало, поэтому еще не было таких эксцессов. Вот, в Московской практически нет, около Шаховской там, может, гуляет один. Вот, ну вот, и дальше там есть такой спецэтап, как правило, глубокой ночью происходящий. И на этом спецэтапе дают задание, он такой, как бы, он, там нужно, короче говоря, еще поработать головой. А кто участвовал в бегущих городах? Поднимите руку. Опять один человек. И тот же, который был у меня на лекции в тот раз. Есть такое мероприятие «Бегущий город». Там примерно то же самое происходит, только нужно в городе искать пункты. И там часто бывают с загадками, контрольные пункты с загадками. Там, например, я помню, лет 12 назад мне звонит моя команда «Лягуха», с которой вместе мы потом ездили и выигрывали там разные бегущие города. А я тогда не мог участвовать, и говорят, что такое, что значит самая большая улица в Москве, что это значит, что за там кто-то там, маэстро номер один в каком-то. Ну, короче, значит, что такое самая большая улица. Ну, там было сформулировано, там на самой большой улице в Москве жил маэстро номер один в прыжках. По-моему, так было сформулировано. И стоит его мемориальная доска, нужно найти и там отметиться. Что такое самая большая улица в Москве? Ну, я там вырос, в тех краях. И я знал, какая улица может на это претендовать. Улица, которая носит название «Миллионная». А кто жил на «Миллионной улице»? Это, может быть, знают уже не только я. На «Миллионной улице» жил самый великий вратарь в СССР. Яшин. Да. Вот, так что маэстро в прыжках жил на «Миллионной улице». Там ему находится табличка, я их навел. И они выиграли потом в своей категории. Вот, в общем, есть такие вот загадки. И на ММБ, тоже на московских марш-басках есть загадки. Два года назад Тонис говорит мне, мы полностью исписались и исчерпались. Дай свою загадку. И я сочинил загадку по математике, которая здесь тоже будет отмечена. Правда, ее потом изменили немножко. Загадал загадку. Ну, давайте, короче, все по порядку. Итак, точные, первая половина, так сказать, нашего с вами разговора будет про точные науки на московских марш-басках. И кое-что тут будет про математику, хотя в основном это просто будет развлекуха. Но то, что будет про математику, будет на доске разобрано. Вот. Значит, 2004 год. Я участвовал сам тогда. И помню, это... Значит, внимание, один из капе второго этапа на самом деле отсутствует. Как узнать, какой? В трехстах метрах от некоторого другого капе, ниже него по течению оврага, в овраг спускается лестница, изврытых в землю деревянных ступеней. Внимание, это три часа ночи. Примерно для всех участников это с часа ночи до пяти утра, осень. Непролазная мгла льет бесконечный ливень при плюс там 7-8 градусах. Просто. То есть, вот такой кромешный ад, и в этом кромешном аду, где-то там, ниже по течению оврага, есть лестница, изврытых деревянных ступеней. Нужно их посчитать в количестве ступеней и поделить на 5. И получится номер капе, которого нет. Ответ, по-моему, был 18. Ну, вот я честно вам скажу, что я эту задачу решать не стал. То есть, я решил, что сейчас уже я совсем, во-первых, промок, я промок, замерз. И, ну, как... А, нет, по-моему, не 18. Тут нет 18-го. Может, 8-й. В общем, какого-то не было. Я решил так, побегу, буду искать, не найду, значит, его нет. И так решило, на самом деле, 90% всех участников. А 10% аккуратно нашли лестницу, посчитали и срезали маршрут. Понятно, да? То есть, не полезли туда, и у них было преимущество за счет головного мозга, за счет серого вещества. Срезали маршрут. Не шли уже туда, и вот, им было проще. Вот это... Это гениально. Это гениально. Тогда еще не было много народу, было вот 100 команд всего, где-то 300-400 человек. Всего 4 команды решили эту задачу. 4. Я опять, я не решил. Я читаю. Скрытый КП. Сломанное дерево в 30 метрах к северу от юго-восточного... Ну, этот знак вопроса я не очень понимаю, что здесь означает. Но, в общем, суть в том, что некоторый объект в 30 метрах к северу от юго-восточного угла лесного квартала. К северу от юго-восточного угла лесного квартала. Мозг хочет додумать продолжение, да? Ну, я думаю, как? Сейчас мне выдадут легенду следующего этапа, и я увижу продолжение где-то там. И тогда я склею с предыдущим и пойму, где находится это все. А на самом деле вот эти 4 команды, среди них был победитель Международной Олимпиады по математике Дима Иванов в 42-42 в свое время. И вот он взял этот КП. Голову не пропьешь, что называется, да? Здесь не хватает только одного. Вот скажите, чего на самом деле? Кто догадается? Вот в этой формулировке не хватает ровно одного. Посмотрите внимательно на эту карту. Подсказать? Вот это вот что такое? Что это за чиселки? Это номера кварталов лесных. Тут не хватало номера. Номер квартала. Все, больше ничего. Если я знаю номер квартала, я знаю его юго-восточный угол. Так вот, на вот этом 18-м КП, там, где он прятался, над ним в полуметре было красной краской написано 30. То есть ты получаешь задание вот здесь. Тут вот это написано. Ты идешь, 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 идешь. И вдруг, вот в этом месте ты должен понять, что 30, написанное сверху на дереве, мало ли кто что написал на деревьях, да? Мало ли что где написано. Еще это второй день, это вторые сутки бега непрерывного по болотам, понимаете, да? Без отдыха, без всего, замерзший. И ты должен понять, что эта вот 30-ка, ее нужно приставить вот сюда. И получится точный ответ, точный ответ, квартал номер 30, но, по-моему, он на эту карту не входит, он вот здесь при продолжении. А, нет, вот 30-й квартал, вот он, вот, 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 вот 30-й квартал. Юго-восточный угол, вот. Отступаешь от него к северу 30 метров и находишь этот самый. Два часа отнимается от времени вашего, ну, время, понятно, чем меньше, тем лучше, время путешествия. Вычиталось два часа за захождение этого КП. Дима Иванов очень сильно повысил свой результат. Ну, и остальные тоже. То есть, вот такая вот загадка. Ну, а я увидел эту надпись и не понял, причем, то есть, я видел эту 30-ку, мне ужасно было обидно. Я видел надпись 30, я говорю, смотри, 30, что это за 30? На хрена тут 30 написано, да? Ну, и дальше пошел. Ну, что такое? Ну, потому что голова не варит уже, вот, правда, голова уже не варит. Без сна, там, полтора дня, вот эта вся вода, холод, все мокрое насквозь. Голова уже не варит. Но вот у кого-то варит. Так. Судейский чай. Здесь я, ну, с какого-то момента я, на самом деле, мало уже участвовал. Я замерзаю сразу сейчас, я не могу уже участвовать тут двое суток. Но я ставил это. То есть, я был одним из постановщиков этой трассы. Значит, весна 2008, спецэтап назывался Судейский чай. Дали три, по-моему, вот эти три, вот эти три КП дали, остальные ничего вообще не сказали, просто сказали Судейский чай. Значит, что, если честно, вот что эти цифры обозначают, я просто не помню. Но суть в том, что в чае находится кофеин. Вот это молекула кофеина, которая из интернета считывалась. Если молекулу кофеина в соответствующее количество раз раздуть и поместить сюда, то она превратится вот в эту вот ситуацию, и по всем атомам нужно пробежаться, это все контрольные пункты. Но вот тоже, ну, я не помню, сколько команд, но какое-то количество команд это вполне разгадало. Он не 4 из 100, больше. То есть где-то уже 10%, наверное, команд. Так, вот она. Вот это сейчас я разберу у доски. Потому что этот, значит, спецэтап берется математикой. Смотрите, сделана фотография сверху. Ну, с какого-то там вертолета, по-моему, там просто один из друзей ММБ, он летает на вертолетах, и он сказал, что он сделает. По-моему, так было. Короче, вот сделана фотография всех КП. Вот если здесь еще можно просто, ну, по виду, когда попадешь на местность, увидеть, то вот здесь уже совсем тяжело, а тут вообще никак. Вот эти вот какие-то вот совершенно, а вот это-то что, вот это, вот это. Это просто чистый лес. И поэтому нужно понять, как восстановить на, ну, как бы сказать, на плоскости. Короче, вот вы должны решить задачу перевода информации на фотографии в информацию на карте. То есть вы, грубо говоря, берете несколько КП, берете несколько КП, которые очевидно берутся, и делаете обратное проективное преобразование. Сейчас я объясню, что такое проективное и что для этого нужно понимать. Значит, что нужно вообще понимать про проективное? Вот это фотографирование, фотосъемка, это когда вы с одной плоскости переносите все на другую, но плоскости расположены под наклоном. Это самая главная задача для военного дела также. Когда меня приглашают в кадетские классы, говорят, Алексей Владимирович, самое главное, проективная геометрия, проективное преобразование, что такое двойное отношение, пожалуйста, мы сами толком не понимаем, расскажите, а мы потом подхватим. А это самое главное, потому что мы все время расшифровываем фотографии. Значит, и так есть вот как бы две плоскости под разными углами. Вот это угол, это камера, значит, фотоаппарата, а это плоскость. И нужно понять, как по информации здесь можно восстановить информацию здесь, ну, например, открыв несколько КП, то есть уже получив какую-то там базовую информацию, потом восстановить остальные. Но если там аккуратно это все нарисовать, все сводится к обычной картине, просто чисто линейной. Вот линейная картина такая, что фотографируете, производите такое вот действие. Вот у меня есть здесь, там, я даже задачу такую когда-то сочинил. Задача такая. У вас есть несколько вышек наблюдения, и, значит, они расположены в определенных местах, ну, и как бы есть фотосъемка, и в какой-то момент у вас где-то перебегает шпион вот здесь, ну, и на фотографии он виден. Как восстановить его нахождение на местности? Вот есть, как бы, есть на фотографии вот несколько там этих пунктов видны, и на местности, соответственно, они там где-то расположены, и вот где-то есть шпион. И он пробежал вот здесь неизвестно где, а здесь вот тут. Ну, какие идеи? Задача с подвохом, понимаете? Задача с подвохом. Задача с подвохом. Первая идея, которая всем приходит в голову, это вычислить это отношение и найти здесь точку, которая в том же отношении делит. Ответ неверно. В общем случае, отношения не сохраняются. Отношения здесь и там. То есть, если вы будете так искать, здесь никакого шпиона не будет, найти вы его не сможете. Вопрос, а что же тогда сохраняется? Хоть что-нибудь сохраняется или нет? Вот об этом сейчас я буду некоторое время говорить. Сейчас я вам расскажу про некоторую величину, которая называется двойное отношение четырех точек. И вот это двойное отношение имеет одинаковую величину на фотосъемке и на Земле. Поэтому, сняв несколько КП очевидных, остальные вы тоже сможете достраивать эти прямые линии, высчитывая двойные отношения, вы можете их получить. Ну, теперь что это такое? Давайте введем здесь координаты А, Б, С, Д. Так? Пусть это координаты, но и они же обозначают эти точки для удобства. И здесь А, Б, С, Д. Я утверждаю, что несмотря на то, что С минус Б делить на С минус А будет отличаться наверху и внизу, но это в принципе должно быть понятно. Смотрите, если вы фотографируете равные промежутки из какой-то точки, то они у вас все до единого уместятся до параллельной прямой, вот до этой точки все. Все бесконечное количество точек, которые находятся на этой прямой через равные промежутки друг от друга, вот туда, вот до бесконечности, да, вот все, весь натуральный ряд, он фотографируется здесь в виде вот такой вот, очевидно, сгущающейся. И все они должны уместиться до этой точки, потому что параллельная прямая уже ее не пересечет. А предыдущий, так, он еще пересечет где-то. Ну и понятно, что если бы они были, если бы отношение сохранялось, то вот эти отрезки тоже были бы равны друг другу, но это явно невозможно, при том, что они должны за конечное расстояние все уложиться. Поэтому ясно, что отношение не сохраняется, однако, и вот это, пожалуй, самое главное свойство, которое нужно изучать военным из плоской геометрии, сохраняется отношение отношений. Теорема. Теорема. При любом фотографировании, то есть при любом расположении двух прямых и точки, вот эти два соотношения будут одинаковы вверху и внизу. Докажем? Поехали. Значит, первое. Первое. Площадь треугольника ОАБ равно АБ умножить на одну вторую и на высоту. Согласны? На высоту треугольника ОАБ упало. Обозначим ее за АЖ. Площадь треугольника, но мне на самом деле нужна не ОАБ, мне нужна ОБЦ, наверное, скорее. ОБЦ равно одна вторая на АБЦ. Но прикол в том, что АЖ-то тут то же самое, потому что все треугольники вот такого вида, которые вы здесь можете увидеть, все шесть штук, они все имеют одну и ту же высоту. Поэтому, ну вот БЦ, на самом деле БЦ, это С минус Б просто. Раз это координаты, то это С минус Б. Если это координаты просто чисто, то С минус Б это длина отрезка. Вот. Хорошо. А площадь треугольника ОАЦ равна одна вторая на С минус А. И на что? Опять на АЖ. Прекрасно. Поэтому С минус Б на С минус А это площадь треугольника ОБЦ делить на площадь треугольника ОАЦ. Это первое, что надо понимать. Согласны? Согласны. Следующая площадь треугольника ОБЦ равна одна вторая ОБ умножить на ОЦ. Это уже стороны вот эти. На что? На синус. Пусть это будет, вот эта вот картинка будет альфа, бета и гамма, да? Я, чтобы не заполонять здесь рисунок. На синус чего? Беты. Вот этого угла. Формула площади другая. Есть две формулы площади разные. Есть много площадей. Одна формула площади мне много десятков тысяч в жизни сэкономила. Напомните, я вам расскажу. Формула Герона. Корень. Точно. Восьмой класс. Несколько десятков тысяч сэкономила. Мы покупали участок на Байкале в недоступном месте. Туда, куда нельзя приехать. В Больших Котах, если кто-то был. И хозяйка, она биолог, но она говорит, а как мы померяем площадь того, что мы сейчас отрезаем? Нужно вызывать геодезиста. Я говорю, нет, мне достаточно длин сторон и диагонали. Вот этого по Герону и этого по Герону. Вы же видите эти данные? Вижу, а как можно через эти данные получить площадь? Я говорю, формула Герона. Ну, Алексей, мне придется вам поверить. Я говорю, да, иначе мы заплатим очень много денег за приезд сюда геодезиста. Ну, и она мне поверила, и я по формуле Герона просчитал, сколько будет площадь участка. Она оказалась ровно 4 сотки, как и надо было. Даже там типа 4 сотки еще несколько квадратных метров, но она сказала, что она на радостях эти квадратные метры простит. Раз с такой красивой формулой познакомилась, да? Вот. Так что формула Герона вот так вот сыграла один раз роль. Идем дальше. С треугольника ОАС равно 1 второй ОА на ОС на что? На синус чего? Точно. Это плюс гамма. Значит, можно продолжить. Это равенство. Что здесь будет? ОБ на ОА синус бета на синус бета плюс гамма. Чем хороши синусы? Они внизу будут такие же. Понятно, да? У меня длины меняются, а синусы не меняются, потому что углы не меняются. Хорошо. Теперь давайте поймем, что С минус Б делить на С минус А оказалось от С никак не зависящим. А значит, Д минус Б на Д минус А ну как не зависящим, а С зависящим, но только через углы. То есть вот здесь без углов. То есть когда С минус Б на С минус А это ОБ делить на ОА умножить на какой-то синус. А Д минус Б на Д минус А это очевидно будет тоже ОБ делить на ОА только умножить на какой-то другой синус. Другие синусы. Ну и соответственно, когда я напишу здесь Д минус Б давайте напишу Д минус Б на Д минус А соответственно равно тоже ОБ делить на ОА потому что С и Д ничем в этом смысле не отличаются. Они сократились. Остались только синусы от них. На синус только теперь не синус бета а синус альфа плюс бета да? Синус альфа плюс бета делить на синус альфа плюс бета плюс гамма. Ну и когда я их разделю друг на друга что будет? Останутся одни синусы. То есть это равно синус бета делить на синус бета плюс гамма разделить на синус альфа плюс бета делить на синус альфа плюс бета плюс гамма. Ну теорема очевидно доказана тем самым потому что внизу будет то же самое отношение синусов. То есть я устранил из формулы все кроме углов. Это отношение двойное зависит только от углов. а значит оно одинаковое всегда внизу и вверху. Ну и вот эта картинка была разгадываемая вполне с помощью соответствующих вычислений но без вычислений вот эти точки не находились и почти никто их и не нашел. а с проективной геометрией нашли бы. Так дальше идем что это за страшные горы привет 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 что это за жуткие жуткая местность это где это в Адыгее что ли нет это Московская область вытянутая вверх в 10 раз по вертикали то есть он взял карту в Московской области место проведения этого марш-броска и вверх в 10 раз растянул получил вот такую вот и написал где находится КП дальше надо было ну вот что с точки зрения математики можно сделать здесь честно говоря я вам не скажу то есть это видимо не математическое задание это скорее такое просто прикол на интеллект там угадывание что здесь могло ну как бы это обозначать вот эти вот такие изгибы вот то есть в отличие от двойного отношения которое ну просто вот оно все есть и мы теперь знаем как переводить одну информацию в другую здесь этого нет так вот это жесть была весна 2018 инверсия преобразование инверсия что такое инверсия это отражение относительно окружности знаете кто знает что такое инверсия поднимите руку кто слышал когда-нибудь это давайте я нарисую как это выглядит ну опять же да вот в этом случае да можно было в принципе воспользоваться формулами но это формулы там как правило их удобно с помощью комплексных чисел записывать то есть это формула уже довольно сложная более сложная чем вот это двойное отношение про которое я рассказал с аэрофотосъемкой вот так но тем не менее давайте я хотя бы просто расскажу что такое инверсия чтобы все это знали ну вот я в 18-м году еще не был с ним знаком да и вот я пропустил этот момент это я вот сейчас из этой презентации просто увидел мне Сашка потом рассказывал значит что такое инверсия это преобразование плоскости когда каждая точка плоскости переходит в точку лежащую на том же луче так чтобы произведение произведение расстояний от центра окружности до точки и образа равнялось r квадрат то есть то есть иными словами у вас окружность вся остается на месте вот она как есть так и есть если точка лежит на окружности то соответственно она на ней станет r на r равна r а вот если она дальше то она ближе если она ближе соответственно она перепрыгивает сюда как поймать льва в пустыне подойти к нему на некоторое расстояние нарисовать круг прижаться к кругу и сделать инверсию относительно ну то есть сделать как бы забор и инверсию тогда лев окажется внутри сетки но если ты будешь слишком близко центр тебя размажет на всю плоскость особенно если сам центр то есть вот эта точка она не переходит никуда это частичное преобразование эта точка переходит в бесконечность как бы ну бесконечную дальнюю окружность и если вы если вот такая область например есть то она при инверсии перейдет во внешность похожей области значит вот такой ну и вот пожалуйста вам он взял и он взял выполнил инверсию относительно значит одной из точек здесь и и после этого на этой инвертированной картинке он нанес номера КП то есть на самом деле он сделал так вот это были номера КП были вот этого значит 11 и 19 и он они где-то здесь были он сделал инверсию изобразил а дальше стер вот ну и вот нужно восстановить их местонахождение ну в принципе люди замечали всякие моменты например вот эта вот штука видите раз два три четыре и там вон раз два три четыре да идут подряд вот то есть здесь можно вообще говоря можно было на глаз вот эта точка тоже угадывается она вон там вот стоит здесь можно было решить на глаз вот но так само по себе красиво да вон еще пара КП 16 и 20 вот ну красиво да вот представьте у вас такая карта и вы должны что-то сделать а реальная карта вот так выглядит вот да что например вот это такое вот как вы думаете что вот это такое кто понимает поднимите руку правильно это вот эта прямая которая проходит прямые при инверсии переходят в окружности это тоже важное понимание то есть если вы чуть-чуть знаете инверсию вы знаете что прямые переходят в окружности кроме случая когда прямая прямо через центр о проходит если она проходит через центр о она остается прямой Но стоит ей чуть-чуть отойти, как она уже превращается в окружность. Там, сейчас, как она будет выглядеть-то? Что-то вот такое, что ли, да, будет? Что-то в этом духе. Вот. Кажется, так. Нет, что-то я неправильно сказал. Неправильно, наверное, сказал. Нет, не... Сейчас, она вообще... Так, ну-ка, 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 это сюда. Да, это сюда. Сейчас, вот это сюда действительно, да. Да, наверное, так и есть. Вот такую окружность она и переходит. Она переходит в окружность, которая... Вот все эти окружности будут касаться О. То есть прямые будут переходить в окружности, которые в точку О приходят. А окружности будут переходить в окружности, если окружность не касается О, она переходит тоже в окружность. Вот, а, соответственно, окружности, которые проходят через точку О, переходят в прямые. Вот, ну и вот эта вот информация, она может быть здесь использована для того, чтобы все это распознать. Ясно, что вот это вот эта штука, значит, соответственно, этот КП находится, ну, очень близко от стыка этих двух. И если уж вы пробежите по этому, по этой дамбе, да, тут еще надо понять, по какой именно, да, по которой торчит оттуда. Да, вот. Так, где мой стикер, стикер там, да? Так, следующее. А, ну вот это зеркало. Теперь симметрия относительно вот этой прямой, относительно ЛЭП. То есть у каждого КП на этой карте, кроме 33, который прямо на ЛЭП, был антипод, который был симметрично относительно нее. Вот у 35-го был 35-4, который был вот здесь, в лесу. У 36-го был 36-4, который вот здесь. У 34-го был, вот, соответственно, вот здесь. У 37-го был вот здесь. Их все надо было найти. Ну, здесь, честно говоря, ничего, кроме как очень-очень-очень аккуратно линейкой совершить операцию симметр, относительно прямой, с точки зрения математики, нельзя было сделать. То есть ты просто очень точно измерял, ну и дальше на местности уже как-то крутился. Это многие взяли, этот этап был простой. Так, осень 14-го года астрономия, Кассиопея и Орион нанесли на карту, короче говоря, вот в точности эти созвездия и расположили в звездах КП. Ну, опять же, там, звездная карта была в том числе над головой, была очень хорошая погода. Можно было. Ну, насчет погоды, кстати, я, возможно, я соврал. Ну, в общем, так или иначе, понятно, что из интернета это вытягивается. Вот, можно было приложить и аккуратно посчитать. Пегас. Продолжили астрономию, значит, через 5 лет астрономия вернулась. Вот, какие-то звезды были нанесены, 38 Альфератс, 36 Пи, 35 Альфератс, это такое, Вихам. Вот, и вот дальше нужно было восстанавливать все остальные, которые здесь не были указаны, тоже, соответственно, замеряя и перенося информацию на карту. И вот, вот оно. Звонит Тонис и говорит, придумывай нам задачу. Мы исчерпались. Я говорю, ну, хорошо, вот вам задача. И дал другую задачу. Дал такую задачу, они ее не включили. Задача. Расположить 9 точек на плоскости так, чтобы максимальное число отрезков их соединяющих было одной длины. Задача РДШа о равных расстояниях. Одна из самых любимых моих вообще неразгаданных задач. Ну, не для 9, конечно, для 9 она решена, а для Н, растущего вверх. То есть для 8-тотики при Н стремительной бесконечности эта задача не решена и очень далека от решения. Там огромный зазор. Огромный зазор. Ну, вот, собственно говоря, я предложил вот эту конфигурацию РДШа назвать там магия РДШа или звезда РДШа и чтобы они участники, да, ну, либо догадались, либо посмотрели где-то про это, может быть, нашли и дать там три какие-нибудь КП показать, что вот они в этих точках, да, из 9. 2 или 3, там сколько достаточно. Но не буду вас мучить, на самом деле задача, как ни странно, довольно сложная. Она довольно сложная и она решается так. Мы берем три точки располагаем по вершинам равного треугольника маленького, но это будут не те отрезки, которые мы будем приравнивать друг к другу, а те будут вот такие, вот примерно на таком расстоянии будет раз-два-три-четыре-пять-шесть. Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь. Девять-десять-одиннадцать-двенадцать. Тринадцать-четырнадцать-пятнадцать-шестнадцать-семнадцать-восемнадцать. Восемнадцать из тридцати шести. Понимаете, да, то есть невероятное совершенно количество, половина отрезков, которые эти точки соединяют, равны друг другу по длине. Ну и очень красивая вот эта вот красивая картинка, ну и вот там предлагалось какие-нибудь три забить. Но они решили, что это слишком сложно, непонятно, и придумали другую. Они взяли так называемый граф Галомба. Это граф, который один из графов, не красящихся в три цвета, при условии, что вершины, идущие через ребро, должны быть разного цвета. Вот этот граф называется графом Галомба. Самый простой такой граф, который не красится в три цвета, называется Веретено Братьев Мозоров. Но граф Галомба тоже обладает этим свойством. И он, это такая вот звезда пятиконечная, которая висит на вот таких вот трех как бы отрезках. Ну, это на самом деле даже не Галомба, это граф Петерсена. Граф Петерсена это еще более сложная фигура, чем граф Галомба. Ну, в общем, это такая вот звезда, висящая на этих... И дальше они дали ей вот такое... Ой. Господи. А-а-а, я понял. Он включил презентацию, тот даже историю, ту, которую я сейчас рассказал, он тоже включил, оказывается, презентацию. Понятно, да. Во-во-во-во-во-во. Вот оно, вот эта картина вот здесь изображена. Я просто дальше уже ее не крутил. Я думаю, что до сюда я презентацию покажу, а дальше не буду, потому что дальше уже какие-то программные дела идут, которые я сам не понимаю. Но вот это вот изображение, да, сколько для какого количества, да, сколько. Вот если 4 точки, то 5 отрезков из 6 можно уравнять, но это очевидная фигура ромб просто. Для 5, соответственно, 7 получается уравнять, для 6 9, это просто добавить еще одну. Вот, для 7 появляется вариант с еще тремя, дополнительно для 8 вот такая, для 9 18. Вот, для 9 18, вот, нет, это 6, это 7. А, нет, 6, 7, 8, 9. Вот. Заметьте, что для 10 ничего фактически не меняется, вы просто добавляете куда угодно одну точку, вот такой отросток, как бы на расстоянии 2. То есть настолько сильна оптимизация здесь, что в следующий раз уже не получается сильно соптимизировать. Ну и дальше, вот, как это куда-то известно, а дальше никто не знает ничего. Вот. Ну и вот, как бы, была идея вот такая, да. Призрак Эрдаша, вот, хотели назвать призрак Эрдаша. Этот контрольный, контрольный этап вот такой сделать. Но они его не сделали. Они его не сделали. Сказали, что скучно, вот. И вместо этого взяли вот этот граф Петерсена и задали его условиями. Там, кажется, написали, что от каждой точки, да, ровно до трех точек будет одно и то же расстояние. Тут, видите, да, от каждой КП ровно три вот этих одинаковых отрезка ведут сюда, 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 отсюда. Ну и вот они, значит, стерли лишнее, оставили три этих самых и написали. Известно следующее. Каждый КП соединен воображаемыми линиями с тремя другими КП. Если два КП соединены линией, то расстояние между ними равно 1600 метров. Ну там с точностью, понятно, плюс-минус. Если не соединены, то расстояние заведомо другое. Если два КП соединены линией, то нет КП, соединенного с ними обоими. То есть линии не образуют треугольников. А если не соединены, то есть ровно один КП, соединенный с обоими. Все КП в пределах прямоугольника, обозначенного на карте. Ну вот, дальше Тонис говорил, что сидели, значит, люди сидели всюду и пытались, чертыхаясь, это все рисовать как-то там. У кого-то циркуль с собой был, тут, конечно, сразу все сделал хорошо. Но у кого циркуля не было, то на глаз надо было думать. Вот. Ну вот, потом на самом деле поняли, что вот можно было сократить, да. Каждый КП соединен отрезком с 3 метров гиммеджа. Длина каждого 1600. Отрезки не образуют треугольников. Между каждыми есть путь из одного или двух отрезков. Все КП в пределах прямоугольника. Ну, дальше вот он показывает, как решать там с помощью этих самых кругов. Это известных КП, и там на пересечениях идут восстановления уже. Что-то он там, как это делать. Да. Да. Вот. В общем, вот такая вот ситуация. Да. Дальше про какие-то облака. Я не очень понимаю, что за облака. Дальше, короче, можете посмотреть презентацию сами. Это что-то про то, как сделать, как посчитать расстояние суммарное, да, которое будет пройдено. Вот. В общем, дальше еще куча всякой математики. Вот. Так. Ладно. Теперь давайте я разберу еще одну задачу, чисто походную. Вот. У меня здесь есть еще одна задача. Она звучит так Это можно уже выключить Презентацию можно уже выключить Дальше я все равно Можно оставить Резюме и перспективы можно оставить Последний призыв ко всем обращен Это призыв Александра Тониса Потому что идеи как бы исчерпались уже А ММВ это будет продолжаться Пока есть безумцы которые на них ходят Поэтому для спецэтапов нужны новые идеи А я расскажу вам задачу Которая называется Поймай нарушителя Снова поймай шпиона Только в данном случае это будет не шпион А нарушитель Задача такая Есть у нас в Московской области Есть у нас в Московской области Такая военная зона То ли заброшенная То ли не заброшенная То ли полузаброшенная Короче она кое-где есть Я не буду А то меня за разглашение Важной информации Посадят в тюрьму Поэтому я не скажу где она Она где-то Но она есть И она имеет некую странную форму И в ней есть Три дырки Куда можно залезть Чтобы кататься там на лыжах Вот И мы Наша группа Время от времени Маршрут соответствующий ходит Но там просто классно кататься Ну в общем Ну и иногда мы пролезаем в эти дырки Вот Но иногда Значит происходит Попытка нас поймать Вот Я придумал В соответствии с этим Я сочинил задачу Которая идет по мотивам Конечно известных задач Из книг Но Она прямо вот звучит Что вот лыжная группа Выбирает себе Какую-то дырку для прохода Ну там допустим Выходить она будет где-то здесь Не важно Где-то где уже вообще Даже забор весь сломался Вот Но маршрут идет именно отсюда Вот сюда И Тут сидит Группа оперативного реагирования Которая может Ровно один раз должна Не может А должна Ровно один раз Выбрать какой-то из Точек Сходить туда И посмотреть Не было ли здесь Лыжных следов свежих Если было То включить Снегоход Нас где-нибудь здесь накрыть И всех оштрафовать Вот Значит Соответственно Возникает такая задача Да Задача Группе Ну вот эта группа реагирования Обязана совершить Ровно один визит Больше одного она не может Она выбирает куда ехать Но Сюда близко Сюда подальше Сюда еще дальше Допустим Она Сожжет Бензина на 200 рублей Ну или на Не знаю До 2000 рублей Поехав сюда На 5000 рублей Поехав сюда И на 7000 рублей Поехав сюда Но если она Накроет группу То она Получит 10000 Рублей Что ее затраты Вполне компенсирует Да Вот Да Все я правильно Говорю Или неправильно Говорю Сейчас я вспомню Правильно ли я подобрал Нет Неправильно 7 и 8 Будет 7 и 8 Да Как ни странно Зависит Немножко Ну а 10 Значит 10 тысяч штраф Она все компенсирует То есть она поймает Итак Получается игра Двух нит Не совсем с нулевой суммой Ну не нулевой Фактически суммой Потому что Бензин сжигается Все равно Вот Значит Это группа Реагирования А это Лыжники Внимание В интернете Это задача Ну аналог Представлена Под очень хулиганским Названием Пионеры и водка То есть Если вы будете Искать Вы найдете Там другой сюжет Пионеры Приехали в пионерлагерь И взяли с собой Бутылку водки И их как бы Ну вот Честь такая Внутренняя Не дает им Просто ее Ну провести обратно И вот остался Только один день За ними очень следили Но в последний день Будет большой концерт Костер И пионер-вожатый Должен Ну пытаться их поймать Там тоже несколько мест Где они могут распевать Ну и вот он как бы Ближайшее место Смотрит или чуть дальше Но если он надолго Покинет костер Там тоже будут безобразия То есть как бы У него есть Ну и вот В этих терминах Сформулировано Но мы сформулируем других Итак Группа реагирования Давайте эти места Обозначим За А, Б и С Вот Выбирает сюда Сюда и сюда Лыжники тоже выбирают Сюда, сюда и сюда Если группа реагирования Выбирает А И лыжники тоже выбирают А Группа реагирования Получает 8 тысяч рублей Чистыми А лыжники Ну давайте эти нули Уберем вообще 8 Лыжники Минус 10 Если группа реагирования Выбрала А А лыжники Какой-то другой пункт Лыжникам все равно Куда идти То соответственно У них по нулям Дальше Если группа реагирования Выбирает Б А лыжники Идут через А Успевают пробежать Пока они туда ехали То будет У группы реагирования Потеря Минус 7 Да А лыжники по нулям А здесь Группа реагирования Получает 3 Лыжники Минус 10 Тут Тоже минус 7 и 0 Ну и наконец Если группа реагирования Идет вместо С То минус 8 0 Минус 8 0 И 2 Минус 10 Понятно что Да Ну нам нужно найти равновесие Что такое равновесие Прогноз Грубо говоря Если это разыгрывается Год за годом Один и тот же маршрут С одними и теми же участниками То С какой С какими Частотами Они будут Переходить Нарушать Здесь Здесь И здесь И с какими частотами Их будут ловить Здесь Здесь И здесь Ну Почему я говорю о частотах Потому что очевидно Что мы не можем найти Здесь чистого равновесия В чистых стратегиях Понятно что Если например Мы предусматриваем Предсказываем Что вот это будет равновесие Это означает что Группа пошла Сюда Реагирование И лыжники тоже сюда Но тогда лыжники Не удовлетворены Этим исходом Правда Им не надо платить штраф Они меняют свою стратегию И Например Идут через Б Зная что он идет в А То есть Это не равновесие Но также любая другая Клетка Неравновесие Если вот так Предсказывается Что группа идет в А А лыжники бегут в С То группа будет идти в С Лучше Чем Чтобы их там схватить Вот То есть От этого выигрыш вырастет То есть нам нужно найти Да Найти Вот эти вот Частоты Найти частоты С которыми Будут Посещать эти места Группа реагирования И лыжники Ну давайте их обозначим Альфа Бета Гамма А для лыжников Х, Y и Z Понятно что Сумма Равна Единице И того и другого Все они Не отрицательные И Если Мы предполагаем Да что это Вот предполагаем Что это смешанное Равновесие То есть все Как бы Все места Посещаются С какими-то Положительными Частотами И в случае С Группой реагирования Она выбирает Там не знаю Допустим 40% Раз она сюда идет Там 30% Раз сюда 30% Раз сюда То же самое Лыжники выбирают Какие-то частоты Ну и выбор Независим Друг от друга Поэтому например Вероятность того Что вот такой Исход реализовался Будет альфа Умножить на у И так далее Теперь я должен Сформулировать Принцип Который называется Принцип равновесия Принцип равновесия Для смешанных Стратегий Смотрите Какой это принцип Принцип такой Предположим Что мне Вом Идти В какое-то место Средним Оказывается Выгоднее Чем Идти к другому Я То есть Группы И я Узнал То есть В равновесии Они узнают Вот эти Подвергальность Друг друга И будут действовать Оптимально Даже Знаем Но Допустим Подсказали Группы Эдеми То есть Три Человек С Иггз Тогда Тогда Если Вот я Игру А И вселенный Мой Выкраш Выше Чем Если Я Игру Б То Равновесия Так Разрушается Потому Что Тогда Я Не буду Некогда Ходить Чем Игра Если Например Варят Все Одинаково А В Игра Значит Это Б Я Зачем Не ходить Там Где Задаверен Уменьш Выгра Средний То есть Идея Следующая Что Выигрыш Если Мы Ищем Вот такое Рабновесие А В смешанной Стратегии По Смешанной То Рабновесие Должно Состоять То Что Выигрыш Группы Реагирования От Стратегии А Равен Выигрышу От Стратегии Б И Равен Выигрышу От Стратегии Ц От Вот такой Принцип Потому что Если Нет Ну А мы Уже Не Будем Смешивать С Какими Требисами Выигрыш Те Которые Ему Меньше Да Но Будем Понимать С Какой Реак С Кто-то Правильно Сказал Не А Не 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 Пока Не Знаем Посмотрим Но Если Вы Есть С Часто Х Они Все Те На Края Доля Витем А Прият With him Штрак click Ну И T и Это А А чему я могу? Вот так. А чего я могу? Вот так. А вот так? Вверх здесь. Правда? Что делать? Заметьте, вот это должно быть, наверное, нашим человеком, если мы ищем такое возможности. Давайте его назначим как-нибудь за t, например, t, top. Ну или общая полностью. t, короче. Вот эти все три числа равны t. Чему равно тогда 3 умножить на t? Сумма. Минус 2, минус 7, минус 8, плюс 10 умножить на x, плюс x и плюс z. Что такое эти все три числа? Это же единица. Значит, эта сумма равна минус 7. Т.е. выигрыш, который я получаю, равен минус 7.3. Т.е. все эти три страдания должны мне давать средним выигрыш минус 7.3. Т.е. выигрыш. А теперь, т.е. выигрыш. 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 Такой стратегии нет, запрещено. Начальство сказало проверять каждый день. Правильно. Есть такая стратегия, всегда есть А. Она приведет никак не к меньшим потерям, чем минус 2. Но минус 7 третьих это меньше, чем минус 2. Значит, равновесие, которое мы ищем, не существует. Но позвольте, теорема Нэша, равновесие смешанной стратегии существует всегда. Итак, мы находимся в математическом противоречии. Я его специально оставил на конец, чтобы с него не начинать. Мы пришли к математическому противоречию. У нас есть игра, совершенно понятная игра. Два игрока, по три стратегии у каждого. Совершенно ясно, что происходит. Игра в прятки, грубо говоря. Нашел, не нашел, нашел, с него фант 10 тысяч. Не нашел, зря потратил силы. Силы разные при посещении трех пунктов. Этим главное уйти от погони. Мы, очевидно, понимаем, что нет чистых равновесий. Мы ищем смешанные. Ищем и не находим. Что не так? Теорема Нэша утверждает, что смешанная стратегия равновесия есть в любой игре. Эдик, есть идея, да? Вот, может быть, другая стратегия принимает смешанную стратегию. Другая тоже принимает смешанные. Итак? Х, Y, Z. Давайте рассуждать математически. Мы получили, что равновесий среди стратегий, при которых А, Б и С используются с положительными весами, не существует. Так? Правильно? Что это значит? Это значит, что в том равновесии, которое существует по теореме Нэша, да, одно из мест группы реагирования не посещается никогда. Согласны? Согласны. Итак, в равновесии Нэша, которое обязано существовать по теореме Нэша, одно из этих мест не посещается группа реагирования никогда, и лыжники об этом знают. Что из этого следует? Что в этом равновесии они никогда не пойдут в то место, которое группой посещается хотя бы с положительной вероятностью. Потому что раз есть место, которое никогда не посещается, то у лыжников есть такая стратегия, как всегда, переходить через него, и их выигрыш будет равен нулю. То есть у лыжников есть опция стопроцентно гарантированно уйти от погони. В этой ситуации во всех равновесиях Нэша у лыжников есть опция уйти от погони. Потому что есть такой вариант, который группа реагирования не посещает, а в равновесии Нэша они знают стратегии друг друга. Соответственно, лыжники знают, что какое-то место они посещаются, значит, у них есть стратегия не получить никакого наказания, то есть уйти с нулем, а значит, в равновесии, тем более, они будут тоже уходить с нулем. Потому что их равновесная стратегия наилучшая из всех возможных в ответ на это. Как же это может быть? Вот как представить себе это? Как представить себе ситуацию, что у нас равновесие, в котором такие лыжники уходят? Да, но я, кстати, вам помогу. Думаем дальше. Если так, значит, в равновесии Нэша, которое мы ищем, группа реагирования получает дулю с маком с вероятностью 100%. Согласны? В этом случае очевидно, что посещателю будет место А. Потому что Б и С дороже. Итак, в равновесии, которое мы ищем, группа реагирования для проформы посещает место А, заведомо зная, что никаких лыжников там не будет. Похожа на жизнь реальную? Теория игр такая, она вообще похожа на реальную жизнь. Итак, в любом равновесии Нэша, которое здесь может быть, прогноз такой, группа идет в А, ничего не находит и несет потери в 2000 рублей на бензин. Вопрос, а что делают лыжники? Кто-нибудь может догадаться? Ну, на самом деле, мы уже все проговорили. Понятно, что они не ходят в А. Х равно нулю. Правильно? Но вот в Б и С они ходят с положительными весами. Ну, потому что мы знаем, чистых равновесий нет. Мы тоже это понимаем. То есть, они, с какими весами ходят в Б и С? А вот с какими. Чтобы вот эти выражения, не дай бог, не стали больше, чем минус 2. Вот условия на равновесие Нэша. Если они слишком часто ходят в одно из мест, то нашему проверяющему органу становится выгоднее туда пробежать и их с некоторой вероятностью взять. Им нужно примерно поровну между этими двумя, но не прямо поровну, потому что они разного веса. Вот если бы они вообще одинакового веса были бы, то тогда было бы просто поровну достаточно. Но здесь вот эта вот система, она имеет решение. Это, соответственно, получается 10у меньше или равно 5, а 10z меньше или равно 6. То есть y меньше или равно 50%, а z меньше или равно 60%. И ясно, что это совместимо с условием y плюс z равно 1. То есть, например, 0.45 и 0.55 вполне достаточно, но также есть еще целое бесконечное семейство равновесий, континуум равновесий по Нэшу. Все они устроены совершенно одинаково с точки зрения фактического прогноза на жизнь и по-разному с точки зрения посещения лыжниками мест B и C. Итак, любое равновесие Нэша в этой игре выглядит так. Лыжники примерно поровну, но с небольшим перевесом в сторону C проходят через это и это места. Этих вероятностей не хватает, чтобы группе захвата стало выгодно идти и ловить их там. Поэтому группа захвата для проформы идет в пункт А и докладывает, что проверив, не обнаружила там лыжников. Это равновесие Нэша. Зная стратегии друг друга, они свои стратегии не меняют. Прошу любить и жаловать. Ну, наверное, это, кстати, был фурор. Мы ее дали в РЭШ с Даниловым, не понимая, какой будет ответ. И потом, когда нам сдали работы, мы совершенно офигели. Мы вначале стали минусы ставить там правильным, правильно решившим. А потом это самое, потом поняли все. И там пара человек правильно решила всего. Из всего РЭШ-ского потока. Ну, задача, правда, мне очень нравится. Очень красивая задача. Но там стоит немножко цифры изменить, и равновесие вернется то старое. Когда всех ловить, просто он будет ходить с равными весами сюда, сюда и сюда. А эти будут смешивать, они будут гораздо чаще оказываться там, чем здесь, чтобы ему было все равно. Но, тем не менее, тут от цифр зависит. Тут вот наступает как бы критический момент фазового перехода в прогнозе на это равновесие. То было вот иногда отлавливали, и все выглядело как надо. Эти равновесия чисто полностью смешаны стратегии. Потом бах, и при переходе оказывается равновесие, в котором они ходят для проформы, а эти смешивают боицы. Вот так. Ну, вот, пожалуй, я думаю, что на этом все. Спасибо за внимание. Но вопросы, пожалуйста, задавайте любые вопросы. Можно общаться, поезд в 10 вечера. Время еще явно есть. Да. Задача про... Вопрос про первую задачу. Там же мы брали примерно, да, то, что это равно примерно ЕПУ, да? Да. А если там будут какие-то супер большие числа, примерно же можно и сработать. Ну, дело в том, что это как раз в реальности-то это совершенно не важно. Ну, 50 послал, 51 послал. Важно, чтобы 200 не послать. Я математически спрашиваю. Не, математически как раз это задача физическая, а не математическая. Там нужно просто точные оценки. Вот эти вот... Полезно помнить, что Е в кубе это 20 примерно, и что 1 минус 1, значит, Н на ЭВН, это примерно 1 на Е. То есть, если вы Н раз, значит, пытаетесь сбить ракету, у которой вероятность сбития, значит, это самое, не сбития 1 Н, то, соответственно, будет примерно 1 Д на Е. Вот и все. Остальное уже. А почему там противоположные события же вроде должны посмотреть? Где? Вот самая первая задача. То есть, мы почему-то записали Райс, что там людей Н наименьше, чем 1 с одной. Ну, мы хотим, хотим послать столько, чтобы вероятность того, что все собьют, была меньше, чем 1%. Тогда, с вероятностью больше 99%, мы, наоборот, собьем, мы разбомбим объект. То есть, вероятность, что все ракеты собьют, равна 0,9 в Н. И нам нужно, чтобы она была меньше, чем 1%. Тогда наша вероятность, что хоть одну не собьют, будет больше, чем 29%. Так что все. Нам нужно, чтобы хотя бы одна сбила. Да. А это нам нужно... Нет, 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 все правильно. Вот то, что хотя бы одна сбила, противоположное событие, это, что ни одна не сбила. Вот вероятность противоположного события посчитать очень легко. Это 0,9 в Н. И нам нужно, чтобы хотя бы одна сбила с вероятностью больше, чем 99%. А это то же самое, что ни одна не сбила меньше, чем 1%. У нас 0,9 была вероятность того, что собьют. Правильно, вот она здесь. А 0,99 – это наше требуемое выполнение задания. Нет, здесь все совершенно четко. Все так. Задание должно быть выполнено с вероятностью больше, чем 99%. Это значит, что вероятность, что все наши ракеты будут сбиты меньше 1%. Ну, подумай завтра еще раз, и поймешь, что все так. Еще вопросы? Да. Кто-нибудь оценивал подгрешность, когда проект используется, какова подгрешность? Видимо, от плана зависит, да? Вообще, сейчас, если вы подгрешили, я выяснился, дронов. Ну да, да, да. И, соответственно, понятно, что дронов вы застанили. Ну да, да, да. В районе Магриха слышал. Оценить ошибку у нас? Кто-нибудь оценивал? Не знаю. Ну, там явно ошибка. В принципе, там суть именно восстановления карты, потому что, когда ты попадаешь от КП примерно на 30 метров в окрестности, ты его фактически точно найдешь. Там уже тропы предыдущих участников есть, как правило. Но описание самого КП-то всегда есть. Типа под такой-то корягой, у такой-то сосны. Ну, то есть, тебе достаточно взять какую-то окрестность 20-30 метров точно достаточно, чтобы найти. Иногда, правда, ищешь, как заведенный долго-долго, но я-то сейчас медленно совсем стал бегать, поэтому, когда я прибегаю, там уже тропы куда надо ведут. Нашел уже тропы. Еще вопросы? Ну, еще вот самое первое, когда найти качайшее состояние, чтобы обойти к сосочке. Да, это классическая задача КМВ и Жора. Вот, есть какие-то алгоритмы, но вот люди, которые пытаются применять эти алгоритмы, натыкаются на то, что алгоритмы игнорируют болото, реки, хорошие дороги, в которых можно ускориться, да? А человеческий глаз все это видит. Ну, какие-то будущие нейросетки, наверное, будут это делать лучше. Но пока нету программы, которая бы делала это лучше, чем человек глазом. Сейчас все ждут, ждут ее, ждут, хотят эту программу, чтобы она была. Кто-то работает над этим вовсю. Тогда немножко будет скучнее выполнение задания. Но я думаю, что до этого очень долго, потому что реальная местность настолько разная везде. Еще вопросы? Да. Ну, я могу сказать, что предыдущие мои цифры были как раз уже с фазовым переходом, вот эти 5 и 7. Тут должно быть так. Ответ такой. Стоимость вот здесь, плюс стоимость вот здесь, минус дважды стоимость вот здесь, должно быть больше, чем штраф. Тогда будет вот такой тип равновесия с поиском для проформы в третьем месте. А если становится меньше, то появляется равновесие, ну, в смысле, сменяется режим, и будет равновесие нормальное. То есть стоимость сигма плюс тау минус ню, минус дважды ню, для этого должна быть меньше, чем штраф. сумма стоимостей в дорогих местах минус дважды стоимость в дешевом месте. Вот здесь происходит фазовый переход. Да? Ну, вот я говорю, как только происходит вот эта замена, тут же будет ловить. И там уже будет баланс прям просчитываться за уравнение вот этих вот. То есть t вычисляется отсюда, как вот эта величина делит на 3, подставляется сюда, 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 x, y, z вытягиваются, а альфа, бета, гамма равны по одной трети по очевидным причинам. Мы уже указывали эту причину, потому что тем-то как бы не важно, какой пункт выбирать, поэтому им должно быть одинаково фиолетово, где перебегать, а для этого здесь, здесь и здесь должна быть равновероятность, что их поймают. То есть смотрите, какая вот ситуация в равновесии, когда штрафы недостаточно, когда бензин не очень дорогой, она выглядит так. Комиссия с одинаковыми шансами ходит сюда, сюда и сюда. При этом условии лыжникам неважно, куда идти, но лыжники выбирают не одинаковые шансы, а именно такие, при котором комиссии становятся все равно. А когда им будет все равно? Когда здесь они будут появляться гораздо реже, чем здесь и здесь. Потому что если они здесь появляются редко, то комиссия тратит 2000 и здесь редко их находит. То же самое, что потратила 7000 и чаще нашла их здесь, то же самое, что потратила 8000 и нашла их здесь. Поэтому эти вероятности вычисляются из этих формул, а альфа, бета, гамма равны по одной трети. Вот так описывается равновесие в том режиме. А если, например, в Риме полный граф настроить, то можно что-то в КП или вычислить асток или в ЧМС? Ну, да, но перебор-то всех графов это долго? Есть алгоритмы, да, но еще раз повторяю, эти алгоритмы касаются просто плоскости. А у тебя живая местность с коврагами, с пересеченкой, с полями перепаханными, с болотами, да? Вот мое предположение, что еще очень долго это не будет работать. Ну, эти враги, эрогенеры, там всегда у нас всегда есть технократы, которые всегда говорят, что программа скоро нас обыграет. И есть традиционалисты, которые говорят, что нихрена. Вот, я отношусь ко вторым, что пока это будет выдумано, чтобы реальную местность вот так считали, за это время мы вообще друг друга уже и сбомбим атомными бомбами и все закончится. Все, керогейн. Сбомб там добавляется, можно считать, там, где-то есть поля на местности, там, возле места. Да там пытаются это делать, пытаются, есть программы, но вот их пока не получается нормально использовать. Лучше на глаз.